Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. О страшной встрече рассказала 30-летняя Изабель Фабри, Исабел Эльфабр, ведущая блог о путешествиях. Женщина отправляется в различные уголки земли, где занимается активными видами спорта, фотографией и видеосъемкой. Кайчерфинг в Австралии едва не закончился для нее трагически, в какой-то момент Изабель заметила рядом с собой темный силуэт, но решила, что это дельфин, и продолжила наслаждаться катанием на доске. Только после того, как двухметровая акула поднырнула под доску, женщина поняла степень опасности. Одновременно акулу заметил ее друг, который управлял с берега беспилотником. Он принялся звать Изабель на берег, а у женщины в этот момент, по ее словам, перед глазами пронеслась вся жизнь. К счастью, хорошие навыки серфингиста помогли ей справиться с задачей, но и оказавшись в безопасности, она еще долго пребывала в состоянии стресса. В качестве противострессовой терапии Изабель в течение следующих дней совершила несколько экстремальных занятий, залезла на 65-метровое дерево и поплывала с морскими львами. Белую акулу, корчародон корчариус, также называют акулой-людоедом. Это определение не совсем точно, белые акулы людьми не питаются, а огромное количество тяжелых травм и смертей вследствие встреч с ними объясняется желанием хищных рыб опознать объект. Своими зазубренными острыми зубами они кусают все плавучие предметы, попадающиеся им на пути, в том числе доски для серфинга или буи. За период с 1990 по 2011 годы белая акула нанесла травмы 139 людям, 29 из них погибли. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.